Нам понадобится бедро индейки, картофель, лук, у меня половина лука, лавровый лист, перец горошком 10 штук где-то, 3 зубчика чеснока, лавровый лист и перец горошком я промыла водой, чтобы не было себе глютена, потом буряк, морковка, капуста, кетчуп, у меня безглютеновый вот такой кетчуп, 1 столовая ложка соли, 1 столовая ложка уксуса и 1 столовая ложка сахара, приступаем, я вам сейчас все подробно расскажу, как я делаю свой супер мега крутой борщ, который любит Ярослав, естественно вы можете еще добавить, например, фасоль, петрушку, зелень, лук, но я все такое не любит, поэтому я делаю без этого. Наша индейка, убираем с нее пенку всю эту и добавляем луковицу, вы можете добавить, как я, половину лука, а можете добавить целую луковицу, ничего страшного не случится, будет наоборот еще насыщенный вкус лука, просто я не жарю этот лук, не измельчаю, его не режу и не кидаю потом в бурж, потому что Ярослав не любит вообще лук, поэтому хотя бы, чтобы убить запах мяса, я кидаю этот лук, а потом его убираю и выкидываю. Вот 10 минут, как я добавила луковицу, теперь я забираю мясо отсюда, вытягиваю и добавляю картошку. В сковородку добавила я подсолнечное масло, теперь добавляю буряк и начинаем все это дело прессовать, тушить. Добавляем теперь морковку, перемешиваем хорошо и дальше начинаем прессовать и закрываем крышку. Минуты мы добавляем 1 столовую ложку растительного масла, перемешиваем все это, уксус добавляем, перемешиваем, накрываем крышкой на 2 минуты. Прошло 2 минуты, добавляем соль, перемешиваем и теперь все это дело перемешиваем хорошенечко. Естественно, чем больше кетчупа или томатной пасты, тем она будет более насыщеннее, больше ваш будет более красным цветом, будет вкуснее. Тем временем наш бульон уже давно кипит, я достаю луковицу, выкидываю ее, 100 миллилитров бульона в чашечку, где-то половину. Добавляем наши прессованные овощи, перемешиваем хорошо и оставляем еще на минут 5-7 тушиться под закрытой крышкой. В наш бульон мы добавляем перец черный, лавровый лист и добавляем капусту. Перемешиваем и закрываем крышкой. Капусту вы можете поменьше, потоньше порезать, мы любим покрупнее, чтобы она была. После того, как мы добавили бульон, прошло 7 минут у меня и я выключаю наши овощи и накрываю крышкой. Я кинула капусту, прошло 10 минут. Теперь я добавляю сюда 1 чайную ложку соли и наше порезанное мясо. Хорошо перемешиваем это все и накрываем крышкой, оставляем еще на минут 5. Дальше будем уже добавлять наши прессованные овощи. Запах стоит отменный просто, очень пахнет. И какая красота. Далее вы можете добавлять всю зелень, которую вы любите, которую у вас есть, там лук, петрушка, укроп, все, что вы там любите в борще. Я буду сейчас добавлять, единственное, что у меня осталось, это чеснок. Последний мой ингредиент, это чеснок. Уключаем плиту и оставляем остывать на минут 15-20. Как тебе борщ? Вкусный. Объясняем.